Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Татьяны Трофимова. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Задачи и перспективы. На заседании Высшего экономического совета Чувашии обсудили социально-экономическое развитие муниципалитетов. Игры разума. Стартовали всероссийские соревнования по быстрым шахматам. Угроза безопасности. Бродячие собаки стали чаще нападать на людей. Стратегии развития региона в разрезе социально-экономического развития двух муниципалитетов Козловского и Урмарского районов обсудили сегодня на заседании Высшего экономического совета. В числе приоритетных задач создание привлекательных инвестиционных проектов. В начале были цифры. В Козловском районе успешно работает 27 предприятий, 20 из которых зарегистрировано в качестве юридического лица. Остальные – индивидуальные предприниматели. Это производство автофургонов, стеклопакета, металлоконструкции и деревообработка. Еще одним ярким направлением промышленного развития района стало производство станков плазмной и лазерной резкости ЧПУ, которым занимаются четыре предприятия. Все они осуществляют экспортные поставки станков в страны ближнего зарубежья. В 2020 году отгружено станков на общую сумму почти 300 миллионов рублей. Неплохие показатели у агропромышленного комплекса. По сбору картофеля и других овощей Козловский район занимает лидирующие позиции в республике. Благодаря грантовой поддержке спад отрасли животноводства, который наблюдался здесь долгие годы, прекратился. Все больше молодых фермеров стремятся расширить свои хозяйства. Проблема многих муниципалитетов, в том числе и Козловского района, обветшала система теплого водоснабжения. Очистные сооружения построены еще в 90-х годах и уже давно не справляются с нагрузкой. Необходима срочная модернизация. С водоснабжением и с водоотведением, то, что мы сейчас уже выработали единый принцип, далеко уже продвинулись, уже, в принципе, работа запущена. По очистным в городе Козловке тоже, исходя из этих принципов, будем работать. Но, получается, аналогичную работу надо провести и по теплоснабжению. Реконструкция сетей позволит ввести гибкую тарифную политику, удерживая цены на приемлемом уровне. Еще один важный вопрос – обеспечение жителей малых городов жильем. Надо сделать так, чтобы туда пришли строители. Оживить процесс помогут меры стимулирования для застройщиков. В приоритете – обеспечение инвестиционной привлекательности. Решением этой задачи занимаются сейчас в Урумарском районе. Программу включают 80 проектов на сумму 1 миллиард 786. Есть свои коммерческие инвест-проекты. Средние они предусматривают в этом году строительство убойного цеха, благоустройство территории, реконструкция животноводства и фермы. Интенсивная проектная деятельность позволяет муниципалитетам двигаться вперед, решать основные проблемы. В целом, по республике уже готовы проекты на сумму около 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевска, Андрей Шоклев – «Республика». Сегодня в столице республики прошел семинар в сфере финансовой грамотности. Темой разговора стало страхование вкладов. Напомним, недавно Центробанк отозвал лицензию у мегаполиса. Так что актуальные примеры трудно было найти. Спикер, председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о причинах закрытия банка, о механизме выплат, дал рекомендации предпринимателям, вклады которых превышают сумму страхового возмещения. Создать комитет кредиторов и четко отслеживать действия конкурсного управляющего, помогать ему. Важный момент – найти ресурсы для пополнения конкурсной массы в целях скорейшего погашения обязательств перед вкладчиками. Банк-агент Сбербанк. Через него пройдут выплаты страхового возмещения до 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Лицам, пострадавшим от банкротства мегаполиса. Цифровая трансформация. Стартовал очередной сезон обучения по федеральной программе «Кадры для цифровой экономики». Слушателями образовательного интенсива стали представители бизнеса различных министерств и ведомств. Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» работает уже два года. За это время уровень цифровой грамотности повысили и жители Чувашии. Участники очередного семинара получат компетенции в области управления на основе больших данных. Формат программы подразумевает обучение цифровым компетенциям и проектной деятельности. Одним из результатов интенсива станет проработка собственных проектов. Обучение, которое, уважаемые коллеги, вам предстоит за эти два дня пройти, даст глубокое внимание и глубокое сознание, для чего нам все-таки нужна цифровая трансформация. Эти кейсы, которые непосредственно вы взяли в проработку, по результатам программы «Клик» можно будет реализовать уже в какой-то краткосрочной перспективе, непосредственно в ваших ведомствах. Районы Чувашии готовятся к весенним полевым работам. Проверяют все – сельскохозяйственную технику, качество семян, наличие топлива, удобрений. Уровень подготовки проинспектировал министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. В этом году яровой сев пройдет на площади около 300 тысяч гектаров. Специалисты убеждают – семян зерновых, зернобобовых культур достаточно. 103% от плана. Это более 49 тысяч тонн. Чтобы качество урожая не пострадало, специалисты Росельхозцентра в преддверии посевной провели обязательную экспертизу посадочного материала. Фотопатологическую экспертизу проводим на всех семенах и со всей республики собираем. Каждый район привозит свои семена и мы смотрим все эти материалы. В этом году на семенах преобладают плесневые грибы, фазерезный и бактериозный гниль. Это связано с несоблюдением агротехники выращивания семян, тем, что семена сеют зерновые по зерновым. Еще одно важное звено – удобрения. На сегодня их обеспеченность такова, что получится внести на 1 гектар посевов 50 килограмм. На сегодняшний день на нашей предприятии хранится 4,5 тысяч тонн удобрения. Это один из видов удобрения, в том числе азотное, калийное и фосфорное. И в этом году мы начали поставлять нашим сельхозтоваропоразводителям новые комплексные удобрения. Сергей Артамонов заехал и в Центр агрохимической службы. Его специалисты мониторят состояние почвы. Это помогает улучшить плодородие земель. В этом году планируется обследовать земли Батревского, Яльчикского, Шумерлинского и других районов. В целом готовность предприятия, я считаю, высокая на сегодняшний день. Что касается горючих и смазочных материалов, обеспеченность больше 60-70% в зависимости от районов. Здесь надо особо еще отметить, в этом году техники, если тракторов, в прошлом году на это время было куплено 31 единица, в этом году уже 96, то есть в три раза и комбайнов больше, но комбайны будут дозакупаться до уборочных работ. И всей общей техники купили итогов хозяйства в два раза больше, чем в 2020 году. Это для нас тоже ощутимый результат. Это позволит нам своевременно и быстрее в течение двух недель практически энергобеспеченность. Позволяет нам в течение двух недель закончить весеннюю полевую работу в присаженной работе. Государственная поддержка для сельхозтоваропроизводителей в этом году тоже будет. Ее размер более трех миллиардов рублей. Ульяна Пятакова, Николай Скворцов, Республика. Команда канажских школьников показала лучший результат в Приволжском федеральном округе в интеллектуальной игре 14-18, посвященной истории Великой Отечественной войны. В самом названии игры зашифрована одна из главных цифр Великой Отечественной войны. Она длилась 1418 дней. Конкурс юных историков прошел в марте этого года. В прямом эфире, используя метод мозгового штурма, команда школьников от 14 до 18 лет отвечали на вопросы. Самое сложное было то, что во время игры надо было отвечать быстро. Как бы учитывалось время. Но из-за того, что наша команда была довольно сплоченной, все ребята были как бы знакомы между собой, общение как бы было близким довольно-таки. Я считаю, из-за этого всего мы смогли справиться с этой задачей. Участвовать в игре подростки решили не случайно. В июле 1941 года почти весь выпуск во главе с классным руководителем ушел на фронт. А сама школа почти на 7 лет стала госпиталем для раненых солдат и офицеров. В Канаше на узловой станции часто оставляли самых тяжелых больных, которых нельзя было вести дальше. Выхаживали их всем городом. Готовясь к конкурсу, ученики Канашской школы номер 8 смотрели советские фильмы, читали художественные произведения и расспрашивали про бабушек, про дедушек о военных годах. Интеллектуальная историческая игра 1418 проводилась в Российской Федерации впервые. Мы очень были обрадованы тому, что именно ребята из Чувашии, команда Канашской школы номер 8 заняла первое место. А конкуренция была, я скажу, жесточайшая. Полторы тысячи команд из Приволжского федерального округа, из всех регионов принимали участие в этой игре. Тем более достижение очень ценное. 29 апреля в Чувашии пройдет диктант победы. Ребята уже готовятся к новой масштабной проверке знаний. Ольга Семенова, Николай Скворцов, Республика. К другим темам. Стаи бездомных собак на улицах городов и сел становятся уже привычной картиной, особенно весной. Но лишь немногие задумываются о том, что это угроза нашему здоровью. Только с начала этого года произошло уже 52 инцидента. По-новому взглянуть на ситуацию с братьями нашими меньшими заставил закон об ответственном отношении к животным. Причем речь идет и о домашних питомцах, и о бродячих. И если по поводу первых особых проблем, как правило, нет, то бездомные животные вызывают тревогу. Особо напряженная ситуация сложилась в Чебоксарском районе. Здесь стаи собак бродят по дворам в поисках еды. Они все постоянно здесь гуляют, потому что мусорные отходы здесь у нас вышли. Все они собираются. Чтоб туда не подходили люди, они нападают. Хором! У меня тоже случаи были, на меня напали, хорошая рядом машина была. Я защищался. У меня двое детей. Когда мы идем в садик, по пути мы проходим мусорные контейнеры, там очень много собак бегают. Пожалуйста, вот на нашем фоне лежат двое. Они пару раз нападали даже на нас. Бывают случаи, вот случай сейчас был возле школы. Там вообще на одного ребенка напали. Собаки водят по ночам, мусор разбрасывают. Нужно что-то предпринять, но никто пока что не знает, что делать. Многие пострадавшие обращаются в правоохранительные органы. По каждому из таких сообщений проводится проверка. В случае, если потерпевшему причинен вред, а у животного имеется хозяин, последний привлекается к административной ответственности. В случае с бродячими животными полицейские оказывают содействие городским районным властям в решении проблемы и обеспечении безопасности. Решить проблему поможет строительство приютов для бездомных животных. Этого требует и закон. Ответственность лежит на местных органах самоуправления. Сейчас в республике приют есть только в столице Чувашии. На очереди Шумерля и Чебоксарский район. В планах построить еще один в Чебоксарах. Планируем на этой неделе в числах 8 объявить аукцион. На территории Чебоксарской станции по борьбе с болезнями животных, которая находится в поселке Кугеси, на данный момент ведется работа по ремонту старых зданий. И в дальнейшем они будут принимать животных без владельцев. Конечно, ветеринарная служба Чувашии контролирует вопрос отлова бродячих собак. Из бюджета им выделяют средства. Но вот куда отправлять бездомных животных дальше – большой вопрос. И он связан прежде всего с гуманностью нашего общества. В связи с вступлением в силу федерального закона об ответственном обращении животных в республике, как и в целом по стране, сложилась сложная ситуация по данному вопросу. В текущем году также в 13 муниципальных образованиях заключены договора на отлов бездомных животных и мероприятие проводится. А если все же бездомная собака напала на вас и укусила, то надо немедленно промыть место укуса водой с мылом и наложить давящую повязку для остановки кровотечения. После сразу же вызвать скорую. Животное может болеть бешенством. Бригада медицинской помощи доставит вас в травмпункт одной из медицинских организаций города Чебоксары или республики, где вам проведут уже дополнительные медицинские мероприятия, то есть по очистке раны и профилактике инфекций, различных заражений и инфекций. Конечно, многое зависит и от людей. Большинство уличных собак когда-то имели свой дом. Но хозяева решили лишить их тепла и любви. Помните, мы в ответе за тех, кого приручили. В эту субботу в ТЦ «Мегамол» на нулевом этаже с 12 до 18 часов будет проходить благотворительная выставка по пристройству щенков и собак из приюта «Право на жизнь», где каждый желающий сможет осчастливить маленького друга. Ольга Семенова, Николай Скворцов, Андрей Шоклев, Республика. Школьники Республики включаются в проект киноуроки в школах России. Ребята собираются снять фильм об одном из главных аспектов человеческих отношений – об уважении. Уже начались кинопробы для участия в съемках. Над фильмом об уважении юные кинематографисты намерены работать максимально самостоятельно. Даже средства на съемки они зарабатывают сами, сдают макулатуру. С начала марта ребята со всей Республики собрали около 50 тонн из 150 необходимых. Конечно, этот актерский или продюсерский опыт, он пригодится нашим детям. Потому что самое главное – детям чувствовать себя создателем, творческим человеком. Потому что дети изначально к этому очень склонны. И очень важно вот этим росткам дать прорасти, ощутить себя действительно творцами. Сценарий будущего фильма уже написан. Скоро начнутся кинопробы. Заявка на участие может подать каждый. Необходимо снять свою видеовизитку, как это сделали юные актеры из лицея номер 4. У меня младшие школьники тоже есть в другом здании. Я занимаюсь с младшими школьниками. И вот специально под этот проект мы выбрали четверых ребят. Отсняли их, поработали с ними, отсняли их кинопробы. И отправили на проект. А дальше посмотрим, выберут ли наших ребят. Проект «Киноуроки» предполагает культурный обмен. Киноленту, которую снимут на территории Чувашии, покажут в школах по всей России. А мы сможем увидеть фильмы, подготовленные другими регионами. Все они будут посвящены вопросам, волнующим современную молодежь. Уважению и любви к себе, к людям, к родине. Екатерина Шиверова, Дмитрий Салманов, Республика. Известны работы, представленные на соискание Государственной премии Республики в области литературы и искусства за 2020 год. В перечне книги, спектакли, кинофильмы, получившие общественное признание. Вауреатами традиционной ежегодной премии становятся ученые, писатели, художники и музыканты. В этом году на высокую награду претендует семь работ. Две из них – это новые книги. Переводы Чувашской народной афористической поэзии и поэмы «Нарспи» на английский язык под названием «Сто стров». И история Чувашского края в уникальных архивных документах. Она, в принципе, должна заинтересовать читателя и подтолкнуть его к изучению. Смысл не в том, чтобы ему все разжевать. Смысл заинтересовать, поскольку это издание не сугубо научное, а больше именно такое популярное, рассчитанное на массовую аудиторию. Здесь, как мы думаем, любой человек, который даже не очень сведущий в гуманитарных дисциплинах или истории, но интересуется этим краеведением, спектром других гуманитарных дисциплин, он легко поймет, о чем идет речь. Чувашский государственный театр оперы и балета представил на конкурс сразу две работы. Это балет Андрея Галкина «От силы рождения легенды», охватывающая историю многих этносов. И опера Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». Масштабные постановки заставили по-новому взглянуть на творческий потенциал коллектива. «Ума не идет, красавица, и рамки события». Русский драматический театр выдвинул на соискание госпремии спектакль Александра Володина «Пять вечеров». Еще одна работа, способствующая развитию национальной культуры и преемственности поколений – республиканский фестиваль «Квест Детский Акатуй». В числе номинантов – фильм, рассказывающий о жизни и творчестве выдающегося поэта Чувашии «Люди-легенды» Михаил Сиаспель. Государственная комиссия с учетом критериев рассматривает все заявки. Открыто голосование и на сайте Народного контроля Чувашии. Оно продлится до 24 апреля. Инесса Потапова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. В столице республики стартовали всероссийские соревнования по быстрым шахматам. Они посвящены памяти нашего земляка, чемпиона России Владимира Сергеевского. Владимир Сергеевский внес огромный вклад в развитие шахмат в Чувашии. Среди его учеников сотни спортсменов массовых разрядов, перворазрядники и кандидаты в мастера спорта. Последователи знаменитого гроссмейстера в республике более 15 тысяч человек. Причем в мир шахмат с равным удовольствием погружаются и взрослые, и дети. Некоторые занимаются этим вполне профессионально. Прохождение таких масштабных, очень высокоранговых соревнований на территории республики – это, конечно же, мощнейший стимул, прежде всего, для того, чтобы действующие спортсмены, действующие или активные любители шахмат оттачивали свое мастерство. Ну и самое главное – это дополнительный фактор для вовлечения все новых и новых людей в это направление спорта. Чтобы поставить шах и мат, в республику приехали мастера из 19 регионов России. Воля жребия может свестись за одним столом начинающего шахматиста и профессионала. Но интеллектуальная игра вполне может идти на равных. Вчера немножечко поиграли сеанс одновременной игры Ольга Гиря давала, с ней сыграла в ничью. Вот немножечко такая тренировка прошла. Очень рада, что приехали гроссмейстеры со всей России. Очень хотелось бы с ними сыграть. Просчитать победные ходы надо за считанные секунды. Эту систему игры называют швейцарской. На партию дается 15 минут с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход. Первый символический ход предоставляется главе республики Олегу Алексеевичу. Поехали. Ожидается, что завтра в республику приедет знаменитый шахматист, заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Карпов. Турнир завершится в воскресенье. Призовой фонд составляет 540 тысяч рублей. Инесса Потапова, Алина Сусметова, Андрей Шоклев, Республика. Паводок 2021. В Чувашии зарегистрировали первые случаи подтопления домов талыми водами. По данным управления МЧС, затоплены придомовые территории и отдельные участки в населенных пунктах Батаревского, Парецкого, Цивильского и других районов. Еще в трех сохраняется угроза паводка. Сейчас высота снежного покрова на 20 сантиметров превышает среднемноголетние показатели. Толщина льда на реках больше обычных показателей на 5-13 сантиметров. При таких условиях весеннее половодье может подтопить до 200 домов в Алатаре, в Яльчикском и Комсомольском районах. Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации создана группа из 1200 человек, 240 единиц автомобильной и инженерной техники, 13 плавсредств. Это главные новости Чувашии в пятницу 9 апреля. Хороших вам выходных! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова